Здравствуйте, мои дорогие! Это Сергей Немчинский, основатель SEO-учебного центра программирования FoxMinded. В этом выпуске новостей. Обзор на самые интересные международные разработки. IT во время войны. Итоги 22-го года и планы на 23-й. Safari уже 20 лет. С чего все начиналось? Поехали! Переводчик с детского 3D-лэптоп и робот-уборщик Перца. 10 самых удивительных разработок, представленных на CES-2023. Недавно в Лас-Вегасе прошла большая ежегодная техновыставка CES-2023. В мероприятии приняли участие 12 украинских стартапов. Ну, а я поделюсь с вами тремя самыми, по моему мнению, интересными разработками. Робот-сборщик болгарского перца Agrist-L. Робот может определить положение, размер и зрелость каждого перца. А также точную точку среза. Он работает с помощью серии камер, алгоритма искусственного интеллекта и моделей распознавания, созданных для разных частей перца. Робот скользит по подвесным проводам, установленным на фермах. L собирает 3D-данные, анализирует количество дней, необходимых для созревания перца. Прогнозирует объем урожая и предлагает анализ того, как оптимизировать рост. Робот стоит около 10 тысяч долларов, что, по словам Agrist, гораздо меньше, чем цена обычных роботов для уборки урожая. Интеллект-переводчик детского плача Q-Bear. Устройство с мягким силиконовым покрытием Q-Bear можно установить в кроватку или коляску для анализа крика ребенка, чтобы определить одну из четырех потребностей по его индексу дискомфорта. Голод, грязный подгузник, сонливость и потребность в комфорте. Что бы это ни значило. Перевод Q-Bear происходит в течение 10 секунд после плача ребенка. Компания говорит, что чем дольше им пользуются, тем точнее становится результат. Устройство Q-Bear также может записывать данные о состоянии здоровья, определять, насколько ребенок сонный и может автоматически воспроизводить успокаивающую музыку, колыбельную песню или так называемый запатентованный звук утробы. Простите, это они так это назвали. Ну, в общем, на самом деле я как родитель скажу, наверное, хорошая идея, но звучит немножко по-наркомански. Ладно, окей, хорошо. Дальше ноутбук Asus 3D OLED дисплеем. Прям так. Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED, он так и называется, оснащен первым в мире 16-дюймовым 3D OLED дисплеем Dolby Vision с разрешением 3.2К, 120 Гц и новейшим процессором Intel Core HX55 для настольных компьютеров и графическим процессором для ноутбуков NV4070. То бишь прям вообще топчик. Он воспроизводит 3D фильмы и игры, но наиболее впечатляет креативным программным обеспечением. Asus разработала специальные плагины, которые позволяют видеть 3D изображение, не используя дополнительных аксессуаров. Потому что вы, наверное, так же, как я сейчас представили себе, что сидеть за ноутом в 3D очках, как наркоман какой-то. Но нет, типа так будете видеть. Ожидается, что ноутбук будет доступен уже в этом году. Напишите, кстати, в комментариях, вы его ждете или нет. Я долгое время любил технику Asus. У меня даже телефон Asus. Но вот с точки зрения ноутов, что-то мне их надежность в последнее время совсем разонравилась. У меня есть Asus ROG Note. И что-то я его больше чинил, чем пользовался. Поэтому я что-то в последнее время к ноутам Asus отношусь так, типа, не знаю. Может, это норм. С другой стороны, тема с 3D. Что-то я не очень понимаю, как он будет использоваться. Может, вы понимаете. Пишите. Михаил Федоров, без него не обходится ни одна наша новость, рассказал об IT во время войны. Доу собрал главные тезисы его рассказа, ну а я делюсь ими с вами. Об экономическом весе IT во время войны. IT во время время стал едва ли не единственной отраслью экономики, которая продолжает развиваться. Я скажу, потому что государство туда мало вмешивается. Создавать новые рабочие места, реализовывать новые проекты, привлекать инвестиции. И в будущем может стать одним из главных драйверов развития. Я рассчитываю лично, в отличие от Федорова, что и будет главным. По итогам 10 месяцев 2022 года отрасль выросла и принесла в экономику Украины 6 миллиардов экспортной выручки. Что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Несмотря на войну. 10% роста во время войны, я бы сказал, это вообще воу-воу. IT не только держит экономический фронт, но и поддерживает армию. Я думаю, об этом вы знаете. Инновационные разработки украинских IT-шников помогают сохранить жизни военных и приближают нашу безусловную победу. О развитии IT-образования, рассказал Федоров. Летом запустили IT Generation, и мы вам про него рассказывали много раз. Масштабный проект по обучению свитчеров в IT. Финансирование нашли среди бизнеса и доноров. Проект по безвозмездному обучению украинцев IT-специальности имел безумный спрос. Ну, кстати, доноры там такие довольно-таки забавные, вы знаете. IT-школы получили более 200 тысяч заявок от 50 тысяч украинцев. Довольно забавно. Это показало, что мы двигаемся в правильном направлении. Ну, по крайней мере, так считает Федоров. Образовательные проекты в возрасте следует развивать и масштабировать дальше. Что мы, в смысле они, в смысле Федоров, в смысле держ цифра, и планировать делать до 2023 году. В настоящее время 2200 студентов учатся в школах. Некоторые из них уже завершили обучение и нашли работу. В рамках проекта вместе с рекрутинговой платформой база IT запустили серию лекций по поиску работы на IT-рынке. Все они в открытом доступе на YouTube-канале Минцифры. Так что можете туда заходить. Я там не был. О поддержке украинских стартапов и ближайших планах рассказал Федоров. Чтобы стимулировать развитие стартап-экосистемы, в этом году мы, в смысле они, поддержали существующие проекты и реализовали новые. Запустили американский венчурный фонд Blue & Yellow Heritage Fund совместно с венчурной компанией FFVC. Он ориентирован на украинские предприятия и стартапы. Фонду уже удалось собрать 50 миллионов долларов. И это только начало. Ну да, действительно, 50 миллионов долларов это вообще ни о чем, если мы говорим про стартапы. Ведут переговоры с глобальной платформой Plug & Play Tech Center, объединяющей стартапы, инвесторов и крупнейшие мировые корпорации на раннем этапе. Именно Plug & Play Tech Center является одним из первых инвесторов международной платежной системы PayPal, которую, я надеюсь, все знают. Совсем скоро украинские стартапы также получат доступ к возможностям платформы. Вот это хорошая новость, я считаю. Важную роль также играет Фонд развития инноваций, недавно перешедший в управление Минцифра. Подгребают под себя 5ПМ. Благодаря его работе государство уже стало самым крупным ангельским инвестором в стране. Ох, вы знаете, как я не люблю, как государство лезет в бизнес. Но, возможно, во время войны это неизбежно. Среди ключевых проектов следующего года запуск Е-резидентства. Ну, вы слышали наверняка про эту историю. Про то, как потенциальные предприниматели будут Е-резидентами Е-Украины. Ну, вот это все. Чтобы IT-специалисты со всего мира могли получить статус Е-резидента и вести бизнес в Украине онлайн. Автоматизируются все шаги. От регистрации компании до налогов. Подобные инициативы успешно работают в ЕС. Мы знаем эти страны. Этот проект позволит иностранным IT-специалистам открыть свой бизнес в Украине онлайн. Без физического присутствия. И работать по привлекательным налоговым ставкам. Они бы лучше наши налоги привели в порядок. Но это мое личное мнение. Для Украины это наполнение государственного бюджета Украины и мощное развитие цифрового бренда государства. Я, честно говоря, не очень верю в развитие этого Е-резидентства. Учитывая, что с налоговым законодательством в Украине чудовищный бардак и недоделки. Если они предложат нормальные налоги для Е-резидентства, это будет выглядеть как издевательство по отношению к украинским предпринимателям. Если они предложат идиотские налоговые ставки, то кто же туда полезет. В общем, я, честно говоря, колеблюсь между этими двумя вариантами. В общем, не знаю. Честно говоря, не очень верю в Е-резидентство. Но ладно, пусть развлекаются. Может быть, они знают что-то в отличие от меня. Почему бы и нет? Вы уже начали учить программирование и можете написать простую программу, но информации так много, что вы не знаете, что из этого пригодится? Вы уже работаете программистом, но технических навыков недостаточно, чтобы продвигаться по карьерной лестнице? Повышают зарплату и грейд? И всегда не вам? Или вы единственный программист на проекте? Выходите на рынок, а ваши знания устарели и никому не нужны? Если отвлекается, то у меня есть для вас решение. Менторинг FoxMinded поможет заполнить пробелы в знаниях. Закончив курс, вы станете Strong Junior Developer, получите практическую базу и будете конкурентны на рынке. Программа курсов постоянно обновляется под запросы рынка. Формат отличен от других тем, что вы решаете практические задачи, а ревью это направляет вас ментор, разработчик от уровня Middle до уровня Бог. Среди направлений Java, Python, Frontend, Golang, Salesforce, PHP, Unity, Unreal Engine, iOS, Android и другие. Пабло Пикассо сказал, что действие – основной ключ к успеху. Заходи на сайт, оставляй заявку и выходи на тестовый период уже сегодня. Браузеру Safari исполнилось 20 лет. И тут фанаты Apple вкидывают в воздух чапчики. В начале января 2003 года, 2003 года, давние времена, на выставке Mac World Expo Стив Джобс, еще живой тогда, представил браузер Safari. Он был заявлен как самый быстрый веб-браузер, когда-либо созданный для компьютеров Mac. Тут должны быть фанфары. А потом, как оказалось, и для iPhone. Apple тогда впервые раскрыла, что оригинальная версия Safari загружает страницы в три раза быстрее, чем, нашли с кем сравниваться, Microsoft Internet Explorer на Mac. Причем, Internet Explorer был браузером по умолчанию для Mac с 1998 года. Публичная бета-версия браузера Safari стала доступна в OS X Jaguar в январе 2003 года. Она включала себе функции обозревателя, ну то есть браузера, механизм рендеринга страниц веб-кита, а также доступ к поисковику Google, блокировщику всплывающей рекламы и инструментарию для загрузки файлов. Ну, необходимому меню. Мобильная версия для iPhone была выпущена в 2007 году. Для iPad браузер появился в 2010. Safari спустя 20 лет продолжает использовать движок WebKit. Причем, это касается всех версий обозревателя. В 2008 года браузер Google Chrome начал активно вытеснять Safari с рынка. Просто потому, что он тупо лучше. Chrome в настоящее время остается самым популярным браузером на ПК и Mac и iPhone. В Apple продолжают дорабатывать Safari и не сдаются. И утверждают, что их браузер лучший для Mac и iPhone, поскольку в среднем на 50% быстрее Chrome, загружая часто посещаемые сайты. Остальные, наверное, медленнее. Но об этом мне не говорят. Согласно данным сервиса StatCounter, количество пользователей Safari составляет почти 9% по всему миру. Честно говоря, сколько я работал в веб-разработке, а работал я почти всю дорогу в веб-разработке, Safari, это, конечно, не интернет-эксплорер, но второе, по количеству багов, глюков, съезжания верстки, несрабатывания джаваскриптов и прочего трешака. Но люди продолжают жрать кактус и пользоваться им. С другой стороны, они Apple пользуются. Не знаю. Вы считаете Safari норм? Я не знаю. Я не понимаю, зачем им пользоваться, правда. Ну и, конечно же, следующая новость про чат GPT. Вы не могли пройти мимо него, и мы не могли пройти мимо такой новости. Microsoft внедрит чат GPT в поиск Bing, ну и, возможно, в другие продукты. Вангую в включении его в Visual Studio. Давайте поспорим, где-нибудь через полгода будет в Visual Studio, гарантирую. Или позже. Вот точно будет, но когда не знаю. Короче, это мои предположения. Компания планирует внедрить чат-бот в свой поисковик до конца марта 2023 года. Таким образом, Microsoft надеется стать более конкурентоспособной по отношению к поисковой системе Google. Потому что кто, блин, сейчас пользуется Bing? Я надеюсь, вы им не пользуетесь. Но он реально уродский. И ищет черт знает что. В смысле, не ищет. Ну, в смысле, не надо им пользоваться. В общем, они решили туда засунуть чат GPT. Издание The Verge заявляет, что в Word уже добавили неизвестную версию GPT модели. Она улучшает функцию автозаполнения в документах. Вот. Видите, откуда пошло наступление? Даже не с ADE-шки, а с Word. Вот так вот. Кроме того, Microsoft использует технологию OpenAI для улучшения результатов поиска в Outlook. Используя искусственный интеллект, пользователи смогут легче искать необходимую информацию в своих электронных письмах. Кстати, вот тоже шикарный вариант для того, где пригодится аналогичный искусственный интеллект. Я даже, кстати, об этом не подумал. У меня, например, жуткий бардак в Gmail. Я надеюсь, там какой-нибудь искусственный интеллект туда прикрутят. Потому что, когда я пытаюсь найти, например, какие-нибудь платежки, которые Google посчитал неподходящими, она их куда-то так заныкивает, что их искать приходится минут по 15. Ну, в общем, надеюсь, это будет хорошо. Компания также исследует, как искусственный интеллект может предлагать ответы на электронные письма. О, прекрасно. Я хочу, чтобы мои электронные письма отвечал искусственный интеллект. Идеально. Или рекомендовать изменения в документах Word. Пока не ясно, планирует ли Microsoft запустить эти функции или это только эксперименты. Но Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что корпорация ведет переговоры по инвестированию аж 10 миллиардов долларов в OpenAI. Ну все, керды к вашему OpenAI. Тут пришел Microsoft. Шучу, конечно. На самом деле инвестиции им точно нужны. OpenAI, вот тот самый, ведет переговоры о продаже акций. Ожидается, что оценка компании во время тендерного предложения составит 29 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Покупка акций на общую сумму не менее 300 миллионов заинтересовались венчурные компании Thrift Capital и Founders Fund. Это делает OpenAI одним из самых дорогих стартапов в США, несмотря на то, что он почти не приносит прибыли. Ха! Да и хрен с ним. Ему сейчас не важно прибыль. Смотрите, сколько о нем хайпа. И это означает, что превратить это в деньги, в общем, не проблема. Подобные тендерные предложения, как правило, размещаются публично, а процедура продажи акций длится конкретно определенное время. Свои акции смогут продать, в частности, сотрудники OpenAI. Впрочем, отмечает WSJ, соглашение пока еще не заключено, и его условия также могут измениться. Представители OpenAI сообщили журналистам, что не комментируют сделку. В смысле, проследуйте, пожалуйста, сами знаете куда. Но сама по себе история прямо жирная. Я думаю, что мы видим будущего еще одного единорога. И это клево. Потому что это как раз та самая тема, которая мне, например, выглядит прям с самого начала. Очень потенциально нужной, полезной и используемой в огромном количестве разных вариантов. Как я вам уже говорил по этот чат GPT бесконечное количество раз. Это будет один из самых юзабильных инструментов в большинстве профессий, которых вы только знаете. И уж программисты будут его использовать в хвост и в гриву. В англо. В сети появились предполагаемые кадры новой игры Sony на Unreal Engine 5. Похоже, что у Sony опять случилась утечка информации. Ой, какие плохие Sony случайно сливают. Да. В сети появился ролик с предполагаемыми кадрами новой игры. Вероятно, за разработку отвечает студия XDEV. Игру создают на базе современного движка Unreal Engine 5. Хоть качество ролика не самое лучшее, автор публикации отмечает, что на видео продемонстрирован ранний билд игры. Он не отрицает того, что в этом году может появиться больше информации о проекте. О каком проекте, блин? Как видно из ролика, игра разворачивается в научно-фантастическом сеттинге. Отмечается, что проект принадлежит жанру ролевых игр, а наблюдение за происходящим на экране будет от третьего лица. Все так, как я люблю. И научная фантастика, ролевая игра, сеттинг и вид от третьего лица. Господи, как я ненавижу игры с видом от первого лица, вы знаете. Я мучаю, страдаю и все-таки дотянулся до Киберпанка 2077. Ну, зачем он от первого лица, скажите? Вышел Laravel 9.46. Из нового введения отмечу добавление whenhas в JSON-ресурс. Это дает вам возможность условно включать атрибуты в response, когда атрибут найден в модели. JSON-ресурс unless-метод. Майкл Набель внес unless-метод для получения значения, если условие преобразуется в false. Правило десятичной проверки теперь поддерживает знаковые числа, то есть те числа, которые могут быть отрицательными. Сайнит, отсайнит. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Также в новом релизе исправили 4 бага. Я считаю, что Laravel великолепен, если за релиз нашлось всего 4 бага. Сорите, учитесь. Вот так. GlassFish. И вы, возможно, если Джавер помните это название, уже 7.0. Теперь обеспечивает поддержку JDK 17 и Jakarta EE 10. Eclipse Foundation выпустил последнюю версию своего сервера приложений, как бы так сказать, канонический вариант сервера приложений на Jakarta EE с открытым исходным кодом GlassFish 7.0. Я, кстати, когда рассказывал про эту ответку, как раз, ну, на тренингах, как раз использовал GlassFish. Он вполне себе ничего и даже много где используется. Новый выпуск включает в себя поддержку спецификации MicroProfile Config, MicroProfile JWT Propagation и Jakarta MVC 2.0. Также внесены изменения в частях API и JSON библиотеки стандартных тегов Jakarta. И добавлены новые методы аутентификации Jakarta. Кроме того, GlassFish 7.0 позволяет настраивать параллельные интервалы мониторинга задач. Он полностью совместим с Jakarta EE10 и из минимальных требований JDK 11, но также совместим с JDK 17. Я очень-очень рассчитываю, что Jakarta стек, наконец, займет большее количество рыночных слотов, скажем там, расширит свое влияние. Потому что, на мой вкус, этот стек гораздо приличнее, чем спринговый, которым огромное количество вопросов. У меня лично именно с точки зрения архитектуры, его использования, странной документации, не всегда совпадающей с реальной работой и так далее. И, учитывая то, как спринга развивается, скажем так, побежали-побежали быстрее всех, ну, как бы, не знаю. Вот то самое, которое Java EE, а ныне Jakarta EE, развивается, конечно, существенно медленнее, зато стабильно, зато надежно. И, мне кажется, для Enterprise это важнее. В общем, короче, он мне гораздо больше нравится. Не знаю, как вам. Поэтому я голосую за него. Вот так. В ЕПАМ выяснили, что мешало украинцам изучать IT в 22-м году. Вас всех посчитали. В новом исследовании компания переанализировала, насколько эффективно украинцы учатся IT. И что им мешает на этом пути. В опросе приняли участие почти 2000 человек. IT остается единственной экспортной областью, как я уже говорил, Украины, которая полноценно работает в военное время. И при этом еще и стабильно растет. 10% во время войны. Рекордные зарплаты в долларах. А также повышенное внимание со стороны государства. Что плохо. С моей стороны. Ну, зато есть внимание и со стороны бизнеса. Что ожидаемо привело к увеличению числа желающих освоить IT-специальности. Около 50 тысяч украинцев подали заявки на образовательную программу от Минцифры IT-дженерейшн, о которой я вам только что говорил. Но, впрочем, далеко не все, кто захотел попробовать себя в новой специальности, завершили обучение. Среди наиболее распространенных причин досрочного завершения обучения – недостаточный уровень владения английским. Блин, целых 24%. Опрошенных признали, что больше внимания пришлось уделять именно английскому языку, чем программированию. Поэтому, ребятки, 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 английский, пожалуйста, подтягиваем английский, прежде чем начинать учиться. Подтягиваем его до уровня свободного чтения документации. Этого уровня достаточно. И этот уровень абсолютно необходим для того, чтобы стать программистом. Если вам кто-то говорит другое, вас обманывают. Вас обманывают. Не везитесь, пожалуйста. Все равно вам придется читать и гуглить, и писать, и понимать английский. Никаких других вариантов нет. Это язык программирования. Поэтому относитесь к этому, ну, как к необходимому. Хотите быть программистом – английский. 24% как видите бросили программирование именно из-за того, что им не хватило английского. Позязя. Делайте отсюда выводы. Второй причиной было некорректное представление о специальности. 19%. Я даже не буду это комментировать. Я тут вам про специальности целый канал нафигачил. Пожалуйста. Если вы смотрите это видео, попыкаете еще немножко по каналу. Послушайте про то, как работать с программистом на разных языках. В чем состоит эта работа и так далее. То, что у меня есть стойкое ощущение, что очень много в IT-вайтишников считает, что работать с программистом – это значит нихрена не делать сидеть с умным видом перед монитором, а потом уходить покупать сыры по 500 гривен. Не, чуваки, работа это тяжелая, болезненная. Вы будете постоянно страдать от того, что вы не знаете, как что-то сделать. Это вообще классика. И да, это действительно больно, если вам это не нравится. Поэтому будет плохо, если вы будете тратить кучу времени на учебу для того, чтобы выяснить, что профессия вам не заходит. Узнайте это пораньше. Ну и последнее, и, наверное, самое распространенное – это недостаток времени. Что с моей точки просто означает «эээ, я лентей». В большинстве случаев. В смысле, нашел способ откосить. «Ой, у меня нет времени, господи, я не мог никак отучиться программированию». Ну, конечно, конечно, конечно. В телевизор штыкать время было. Нет, на самом деле я понимаю, что есть большое количество людей, которым действительно не хватило времени по каким-то причинам. Да, то есть, если они там, я не знаю, действительно заняты какими-то важными делами. Не знаю, волонтерят на фронте, там, куют победу и так далее. Ну, наверное, действительно не зашло. Но я что-то подозреваю, что из этих 29%, 28,9% в периоде – это люди, которые просто решили откосить от учебы. Не будьте ими, пожалуйста. Принимайте решение осознанно. Время распределяем в календаре. И тогда все у нас получится. Дальше немножко статистики. Чаще студенты выбирают направление фронт-энд. Доля таких и участников опроса ЕПАМ составила аж 36%. Дальше следует тест-автомейшн 25%, джава 15% и девопс 11%, бизнес-аналитика 7% и дотнет 6%. Кстати, в Украине чаще всего ищут как раз фронт-энд-специалистов и тестировщиков, о чем свидетельствуют данные сайта с вакансиями в IT-сфере NoflavJobs. На самом деле, ребят, если вы выбираете профессию по тому, насколько больше или меньше у КАМ-конкурентов, я опять же вам повторяю, забейте на эту херь, пожалуйста. Выбирайте профессию, потому что вам нравится. Потому что нет никакой конкуренции в IT. Если у вас есть хорошие знания и вы способны их продать, вас возьмут на работу. Даже если это не самое популярное направление. И наоборот, если у вас нет интереса к этой работе, если вы не очень хороший специалист, потому что вам это было неинтересно, то там даже если вам будет с жопой со специалистами и вы единственный кандидат, вас все равно не возьмут, потому что нахрен вы нужны, если вы не хотите там работать. Поэтому самое важное, чтобы вам это нравилось. 93%, как я рассказывал, по-моему, в позапрошлом выпуске, 93% работодателей в первую очередь смотрят на ваши горящие глаза. Поэтому, чтобы ваши глаза горели, я вам желаю выбирать только ту работу, которая вам нравится. И тогда вас точно возьмут. Не с первого раза, но возьмут. Поэтому на статистику просто для ознакомления. Окей? Поговорим дальше о новостях. Microsoft, моя любимая, создала инструмент имитации любого голоса, которому достаточно трехсекундного образца. Вау. По заявлению исследователей, испытавших инструмент под названием Wall-E, он значительно превосходит существующие системы синтеза речи. Узнав конкретный голос, Wall-E может синтезировать аудиозаписи того, как человек говорит что-либо, стараясь сохранить его эмоциональный тон. Сама технология представляет из себя нейронную языковую модель. Вы очень удивились. В основе которой лежит N-кодек. Напомню, N-кодек это разрабатываемая мета-аудиокодек нового поколения, кодирующий сигнал с помощью нейросети. С его помощью Wall-E разделяет голоса человека на отдельные компоненты. Эти компоненты, так называемые лексемы, нейросеть составляет соответствующими голосами в своих обучающих данных. И затем создает новые фразы за пределами первоначального трехсекундного образца. Три секунды. Обалдеть. Отмечу, что Microsoft не опубликовала код Wall-E в открытом доступе из-за потенциального риска неправильного использования. Дипфейки теперь и в голос пойдут. Ага. К таковым в компании отнесли подмену идентификации голоса или выдачу себя за конкретного диктора. Да, да, да. Только вот приватбанк начал меня задалобывать сообщениями о том, что зарегистрируйте свой голос, будем вас через него авторизировать. Нет, ребята, хорошая попытка, но нет. Мои дорогие, напишите в комментариях, какая новость удивила вас больше всего. И жду вас всех в моем украиноязычном инстаграме. До встречи. Люблю вас. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин